Праздничный концерт хора воспитанников Одесской семинарии и воспитанниц Регинского отделения не оставил равнодушными зрителей актового зала духовной школы. Красивые выступления с участием солистов и использованием аккордеона, фортепиана и других музыкальных инструментов был завершающим аккордом собрания. Пением Царю Небесной преподаватели и учащиеся встретили архипастрии во главе с митрополитом Агафангелом. Приветствую вас с праздника святого апостола Андрея Первозванного и днем годичного акта. Благодарю за труды на них богословского просвещения и подготовки достойных верных и преданных святому православию пастырь и церкви Божьей. Да будет и впредь наша Альма-Матерь изобиловать благотворными трудами во славу Божию и во спасение стада Господня. Для участия в ежегодном собрании приехали священнослужители со всей Украины. Были зачитаны поздравления от представителя Украинской православной церкви блаженнейшего Ануфрия, председателя учебного комитета при священном синоде архиепископа Ирпенского Климента и других архипастрий и ректоров духовных школ. Примите приветствие от Высокопреосвященничего Владыки Сергия, митрополита Тернопольского и Кременецкого, который поздравляет всех вас с актовым днем и с праздником святого апостола Андрея Первозванного. Одесской духовной семинарии в этом году исполняется 179 лет. Сейчас в духовной школе обучаются около 350 семинаристов и регентов. После окончания 4-летнего бакалаврата многие из них поступят на магистратуру в Киевскую духовную академию. Мы ежедневно не только учимся, но особенно мы в молитве собираемся в храме утром и вечером. Самоподготовка также играет важнейшую роль. Библиотека, компьютерный класс – это все способствует тому, чтобы мы изучали богословские науки в самом совершенстве. Скоро в Одессе по инициативе народного депутата Сергея Кивалова откроется общеобразовательная церковно-приходская школа. Новое учебное заведение поможет массовому развитию духовенства. Каждый шаг, который делается в сторону увеличения духовности народа, улучшения духовности народа – это очень важно. Потому что чем больше возникает храмов, приходских школ, училищ, тем меньше есть необходимость строить тюрьмы и учреждения пенциарной системы. Нам очень важно понимать, что для того, чтобы не рассказывать Богу о детях, надо рассказывать детям о Боге. И есть надежда, что каждый шаг, который делается и духовенством Одесской епархии, и воспитанниками семинариями, и выдающимися людьми города, и лично владыкой митрополитом – это маленький кирпичик в здании благосостояния нашего народа, который закладывается сейчас. Знания, как музыка, радуют слух и сознание. Красивые мотивы праздничного концерта, греческие распевы, стихиры и старинные духовные канты еще долго будут наполнять сердца всех верующих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok